Всех приветствую на канале Outlook Alive. Сегодня 16 февраля. Вчера мы прилетели из Дубаи, а сегодня мы по дороге на Север Англии у нас игры рагби. Погода отвратительная, все серое, противное. В общем-то настроения у меня никакого. Ехать нам еще два часа, остановились попить кофе. У меня что-то с глазом слезится и ужасно чешется. Сейчас доеду до отеля, буду разбираться, что все случилось. Такое ощущение, как будто у меня песок в глазах, в одном вернее, поэтому одеваю очки вот так. Но здесь более-менее, да, серенько, но по крайней мере дождя нету, как-то повеселее стало. И даже вон то ли солнышко проглядывает, то ли оно пытается выглянуть к нам. Наконец-то мы доехали, останавливаемся в этом отеле. Это город Ворингтон. Мы уже здесь были, нам этот отель очень понравился, он находится в бизнес-парке. Такой очень чистенький новодел. В этом отеле можно останавливаться с собаками, поэтому с нами поехала Ама в этот раз. Так, номер у нас. Ничего особенного. Мы на третьем этаже, мальчишки на втором. С нами еще Ама. Ама, ты где? Я кипячу чай, хочу себе сделать примочку в глаз. У меня с глазом просто совсем беда. Я не знаю, что у меня с глазом, это прямо началось сегодня с утра. Ощущение такое, что в глаз засыпали песка. Глаз жутко красный, все красное, из глаз идут в отделение. Если к вечеру все станет хуже, то придется мне в больничку съездить. На проверку. Ты на каникулы приехал, да? А ты знаешь, что мы сейчас уйдем? Мы сейчас уйдем, а ты один останешься за старшего. Да, мой хороший. Да, вот так. Вот так будешь лежать и ждать нас, да? Вот так нас будет лежать, котик, ждать. В общем, в таком виде я сейчас иду на наш VIP-прием. Один глаз смотрит налево, другой на Кавказ. Не знаю, что случилось. Если все это не пройдет в ближайшее время, то я, конечно, поеду в отделение скорой помощи. Чтобы мне помогли профессионалы. Не знаю, что происходит. Накраситься, конечно, я тоже не могу. Пойду в таком виде. Вот как матерь дела, так и пойду. Да. Буду разыгрывать из себя слабую больную женщину. Так, мы приехали. Мои мужчины пошли в супермаркет. К нам присоединился наш бизнес-партнер Шон. Пошли в супермаркет покупать мне что-то, чем можно промыть глаз. Через полчаса у нас начинается наш прием. А я прям даже смотреть не могу. У меня глаз настолько болит и слезится. Это просто какой-то караул. Доброе утро, страна. Хотите увидеть кошмар на улице Вязов? Вот. Все, мы едем, короче, в больницу. Второй глаз тоже ку-ку. Еле сейчас отмыла то, что собралось за ночь. Открыла хоть глаза, хоть посмотреть вообще на мир. В общем-то, ужасный какой-то, видимо, конъективит или вирус какой-то я поймала. Я даже не знаю, что это такое, но это просто был ужас. Ночь проспала, кстати говоря, очень хорошо. Несмотря на то, что мы спали втроем с этой бочкой на ножках, что у меня глаза бавили. Чувствую прям превосходно. Выспалась очень хорошо. Так, мальчишки уже отрываются по полной программе. Сегодня будут кормить английским завтраком бекон, сосиски, бобы, коматы жареные, картошка и яичница. И тоже яйца и что-то там, грибы, по-моему. Плохо вижу, поэтому так говорю. А это кровяная колбаса. В общем-то, чисто английский завтрак. Ребята припахали нашего партнера играть с ними в бильярд. Первую игру выиграл Лука у нас. Да, Лука, ты у нас первый игру выиграл? Ты у нас выиграл первую игру? Молодец. Это у нас завтрак для Амо из буфета. А вот шкаф у меня приличный вид. Мы сейчас позавтракали и вместо Ливерпури поедем в больничку. А вечером у нас опять игра. Но я, наверное, не знаю, пойду-не пойду, это под вопросом, потому что я не хочу показываться таким видом. И тем более, если это бактериальный или какой-то вирусный конъюнктивит, лучше посидеть дома, не заражать публику английскую. У нас такой ветер. Мы сейчас сама прогуляемся, и я поеду в местную больничку. Посмотрим, как там нас примут. Так выглядят городки на севере Англии. Больничка, конечно, здесь так себе. Но то, что успокаивает, здесь очень мало народа. Вот. Жду. Вообще, ну-то меня вылечили. Да, конъюнктивит вирусный. И проверили тоже носоглотку, которая у меня не проходила с декабря, наверное. Сказали, что ничего страшного, полоскай горло, антибиотики не нужны. А в глаза вот закапали и чем-то намазали. В общем-то я такая красивая сегодня буду ходить. Мазать надо четыре раза в день. Но мне сразу полегчало. Мне прям сразу стало легче намного. Больничка так себе. И, значит, само приемное отделение скорой помощи очень старенькое. А вот там, где меня осматривали дальше, там прям вот новый корпус, там все хорошо. И очень такой приветливый персонал. Что у нас получилось вчера, когда я послала своих мальчишек за лекарствами в аптеку? Вы знаете, что в Великобритании ничего не продают без рецепта. Они пришли с обычным увлажнителем для глаз, который используется при аллергии. Но врач, которая сегодня меня принимала, она сказала, что вам надо было настоять, чтобы вам выписали антибиотики для глаз. Иногда сами фармацевты в аптеках выписывают. И вам тогда не нужно будет никуда идти. Сами все купили, сами себя вылечили. Вчера как раз-таки ребята сказали, что инфекция в глазу, но все равно им дали вот этот бюбрикант, который мне как мертвому припарка. Так, утром больничка, вечером опять регби. Я надеюсь, что я наших спонсоров и партнеров не распугаю своим видом. У меня сейчас после того, как я в глаза закапала и помазала, все нормально как бы относительно. Но без макияжа и глаза все равно опухшие. Вот так я выгляжу, в совершенно ужасном, конечно, виде. Взяла очки, чтобы вообще не пугать народ. Вот буду так ходить. Правда, ничего не вижу в очках, но пойду так. Игра сегодня Леопарда из Ли против дьяволов из Салфорда. Я не думаю, что в Леопарде будут все, даже секретарши. В клубе Леопарда из Ли есть профессиональный клуб детских брэгби детей с ограниченными возможностями. Сейчас позвали на сцену лучших игроков в команде. Мальчик с синдромом Дауна и мальчик с аутизмом. 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 Ну что, всем доброе утро страна. Еду дальше пугать людей. Глаза красные, но по крайней мере не такие опухшие. Мы едем сейчас в Хал, это тоже север Англии, только на другой стороне страны То есть мы пересекаем сейчас с лево направо, а точнее с запада на восток Вот так Наконец-то мы доехали в Хал, время начало 11-го, едем на стадион И я уже прям мечтаю о том, чтобы уехать обратно домой Так, ну в Хал, конечно, ветерочек такой неприятный Приехали мы, идем на стадион Сегодня игра начинается в час дня, поэтому у нас кормят настоящим английским завтраком Лукашенко нас уже отрезкает за троих А у меня единственное желание поехать домой Мы тут птичку спасаем Вот эта малышка залетела к нам в машину, ударилась головой об стекло, зацепилась за сетку Все, птичка будет жить, она улетела, пока мы готовили коробку с едой, чтобы она немножко пришла в себя Я так думаю, что она ударилась за стекло и потом просто зацепилась за сетку и долго сидела Мы распутывали ее маленькие, тоненькие, тонюсенькие ножонки с такими большими достаточно коготочками В общем-то, все нормально, птичка будет жить, она улетела высоко на дерево, потом она перелетела на другую сторону Так, я сейчас еду по очень важному делу, забирать нашего Леопольда из зоогостиницы Вот что значит родные стены? Намыли, накормили Осталось спать уложить, да, Леопольд? Все, тоже 19 февраля, вторая половина дня Собаку забрали, собаку помыли Куча еще домашних дел Я решила себя особо не напрягать И мы все вместе идем в пап Вернее, мы идем втроем, плюс одна собака С нами идет Ама Лео остался дома Георгий готовится к практическому тесту по вождению Завтра у него экзамен Я очень надеюсь, что он его сдаст Хотя он не готовился Я не думаю, что за день, возможно, подготовиться к практике Но он уверен, что он сдаст В общем-то, следующие влоги, как вы понимаете, будут из старушки Англии На этом я с вами прощаюсь Всем пока и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»